Почему же так важно спать? Мелатонин появляется в организме человека по нескольким путям. Естественным образом вырабатывается организмом, поступает вместе с некоторыми продуктами питания, может поступать в виде специальных лекарственных препаратов и добавок. Мелатонин вырабатывается эпифизом, шишковидной железой. Рассматривая вопрос о том, как вырабатывается мелатонин, чаще всего связывают его с производством с эпифизом или шишковидной железой. Под действием солнечного света аминокислота трептофан в организме преобразуется в серотонин, который ночью уже превращается в мелатонин. После его синтеза в эпифизе мелатонин попадает в спинномозговую жидкость и кровь. Таким образом, для всех этих преобразований необходимо ежедневно по полчаса, часу проводить на улице в светлое время суток. Количество вырабатываемого в эпифизе гормона зависит от времени суток. Ночью вырабатывается около 70% всего мелатонина в организме. Стоит сказать о том, что производство мелатонина в организме зависит еще и от освещенности. При избыточном дневном освещении синтез гормона снижается. При снижении освещенности повышается. Активность выработки гормона начинается около 8 часов вечера. Когда вырабатывается мелатонин в больших количествах, приходится на период после полуночи до 4 часов утра. Поэтому очень важно именно в эти часы спать в темном помещении. Для повышения уровня вырабатываемого мелатонина естественным путем нужно придерживаться нескольких важных правил. Первое. Стараться ложиться спать до 12 часов ночи. Второе. Если есть необходимость бодрствовать после 12 часов ночи, стоит позаботиться о приглушенном свете. Третье. Следить за тем, чтобы временем сна хватало для восстановления сил. Перед сном отключать все источники света, плотно задергивать шторы. Четвертое. При невозможности выключить свет, использовать маску для сна. При пробуждении ночью не зажигать свет, а воспользоваться ночником. Здоровый сон – это сон в темноте. Сейчас учеными доказано, что мелатонин вырабатывается не только в шишковидной железе человека, к тому же для обеспечения процессов жизнедеятельности и регуляции ритма сна и бодрствования. Количество производимого в мозге человека, мелатонина, было бы недостаточно. Поэтому рассматривают два компонента системы производства мелатонина. Центральный – эпифиз. Здесь синтез гормона сна зависит от смены света и темноты. И периферические – остальные клетки, в которых производство мелатонина не связано с освещенностью. Эти клетки распространены по всему нашему организму человека. Клетки стенок желудочно-кишечного тракта, клетки легких и дыхательных путей, клетки коркового слоя почек, клетки крови и т.д. Мелатонин обеспечивает эффективную работу эндокринной системы нашего организма, замедляет процессы старения в организме, способствует адаптации организма к смене часовых поясов, стимулирует защитные функции иммунной системы нашего организма, оказывает антиоксидантный эффект, помогает нашему организму бороться со стрессом и с проявлением сезонной депрессии, регулирует работу сердечно-сосудистой системы и кровяное давление, участвует в работе пищеварительной системы нашего организма, влияет на выработку других гормонов, положительно влияет на клетки головного мозга человека. Роль мелатонина в организме огромна. При недостатке мелатонина человек начинает быстрее стареть, накапливаются свободные радикалы, нарушается регуляция веса тела, что ведет к ожирению. У женщин увеличивается степень риска наступления ранней менопаузы, увеличивается риск развития рака груди. Важно помнить, что в организме мелатонин не накапливается. Выспаться на несколько дней вперед и запастись мелатонином нельзя. Важно регулярно придерживаться правильного режима сна и бодрствования, и следить за своим питанием. Гормон мелатонин вырабатывается в организме при разнообразном питании, которое обязательно должно содержать углеводы, белки, кальций, витамин В6. В некоторых продуктах питания мелатонин содержится в чистом виде, в других необходимые для его ситоза компоненты. Говоря о том, в каких продуктах содержится мелатонин в готовом виде, обязательно стоит сказать о кукурузе, бананах, помидорах, рисе, моркови, рейске, инжире, петрушке, овсянке, орехах, ячмень и, конечно же, изюм. Аминокислота, трептофан в больших количествах содержится в тыкве, грецких орехах и миндале, семечках кунжута, сыре, нежирной говядине и мясе индейки, и куриных яйцах, а также молоке. Витамином В6 богаты продукты бананы, грецкий орех, абрикос, фасоль, семечки, чечевица, красный болгарский перец. Большое количество кальция содержится в бобовых, обезжиренном и цельном молоке, орехах, инжире, капусте, брюкве, сои, овсяных хлопьях и других полезных продуктах. Стоит отметить, что выработка мелатонина в нашем организме прекращается при употреблении алкоголя, табака, кофеина, а также некоторых лекарственных препаратов, содержащих кофеин, блокаторов кальциевых каналов, бета-блокаторов, снотворных препаратов, противовоспалительных средств и антидепрессантов. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись обязательно на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok